Итак, друзья, мы вырываемся на вторую карту в рамках второго BO3 за сегодняшний день. Минески против Тим Ивус. Мы смотрим МДЛ, Диснейленд, Париж-Мажор, квалификации Юго-Восточно-Азиатского региона. С вами все еще Кристал Мэй вместе с Смайлом. И мы будем наблюдать за тем, как Ивусы будут пытаться выйти из той ямы, в которую они себя засунули после первой карты. Потому что, опять же, драфт был с самого начала нами, надо сказать, оценен как не самый лучший. Особенно ТБ Ласпиком. Но у Явасов был шанс, они его не реализовали. Минески в конце концов задушили. И теперь уже начинается раздрав второй карты. Надеюсь, у вас было время спокойно налить себе чайку и подготовиться к следующей игре. Мы вот пытаемся все еще со Смайлом проснуться, потому что все-таки встали реально рано. И бывает пролагиваю. Даже я ощущаю, что я подлагиваю достаточно плотно. Смайлух, ты вообще живой там, братень? Нет, Смайлух не живой. Ничего страшного, сейчас придет. Вот. И Веншл Спирит вместе с Разором, соответственно, первыми драфтами от Ява. Сейчас третьим они берут себе Бистмастера. Вот это герой! Явасы решили точно запушить до смерти, потому что Бист теперь понерфленный. И не то чтобы герой по игре очень-очень сильный. На линии тоже не так сильно стоит, особенно после последних нервов. Нервов, точнее. Но аура у него все еще сочная, поэтому можно добрать какую-нибудь луну или дрову и просто запушить лайны, запушить, соответственно, противника, постараться закончить игру рано. Проблема лишь в том, что этот план уже виден в Нинеске. Они, естественно, будут брать то, что нужно. И вот, например, Лич, тот же самый отличный дефенсер против товаров. Отличный герой против Бистмастера с точки зрения Чайника, который будет летать и по его крипам в том числе, и по некрачам тем более. Ну и Лиша, кстати, тоже отлично отпушивает. Герой, который способен этим заниматься на постоянной основе. Ну вот, и, соответственно, Рубик у нас вверху появляется от Евасов. Так вот, у Минески, в принципе, есть чем отпушивать. Интересно, кстати, то, что Евасов решили взять себе Рубеса, потому что получается, что Веншфул Спирит — это керри. Да, темповый керри на Ауру. Рейзер темповый. Или, возможно, это все-таки пятерка. Да, все еще, возможно, что пятерка Веншфул Спирит, тройка, Бистмастер, двойка, Разор и Рубик у нас четверка будет исполнять. Но, честно говоря, не скажу, что Рубероид здесь прям супероптимальный. Да, ему есть что стилить, но я к тому, что темповые драфты... Лучше брать каких-то героев более надежных. Все-таки Рубик зависит от того, сможет ли он состилить что-то полезное. И Минески берут Террорблейды в ответ. Герой силен, герой хорош на лайне. И сейчас пока контры ему серьезные нету. Да, из позитива для Разора, что он сможет от иллюзии питаться, стать иклинком. Но конкретно что-то берстового здесь нет. А вычин-то Б очень серьезно боится, а, вещей, которые работают против иллюзий, Б, берста. Здесь ни того, ни другого нет. Да. Серег, ты там жив? Да, я тут. Я что-то это болтаю, а потом смотрю в Дискорде, что я слишком долго в КА был. Лох. Я выкинул из этого, с канала. Ты крепко-крепко. Ну, хорошо, что ты вернулся. Еще раз всем привет. Дэм. Что-то я говорил. А, да. По поводу БМа, как тебе вообще этот пик? Потому что мы его не видим постоянно, вообще никогда сейчас. Его убрали из-за того, что он понерфлен. И мета им не играет. Да, ну, мне кажется, это как-то его рано на третий забрали. Все равно нужно еще было посмотреть, все что появится. Ну, герой сильный такой же, да. У него все равно был этот Рор, его нельзя отменять. Это раз. Во-вторых, Птица. Это Скаут. В области всегда ты можешь от нее отталкиваться. Поэтому, ну, герой такой же сильный, да, нерфленный. Но при артефакте все равно такой же сильный, такой же мощный. И такой же сноубольный, да. Потому что Владимир вперед пошел сносить. И снова отдают Пангальера для Минески. Несмотря на то, что было достаточно много проблем с ним у Эваса в предыдущей игре. При том, что этот Пангальер был четверкой. Здесь Пангальер будет кором, скорее всего. Это четверка, Никс, пятерка, Лич. Тройка, Лишак. Терреблейд единичка и Пангальер двойка. Медовый для господина Муна будет использован. И Эвасы думают, что же тем... Чем тут ответить? Просто у меня есть серьезное подозрение, что в Минеске очень-очень много героев, которые могут просто отпушивать все это. То есть у Эвасов, ясное дело, будет какой-то прешер на ТВРА постоянный. И бисмастеровские крипы, и его некрачи, и вообще все эти герои, которые будут под его аурой находиться, будут умирать вообще за сотые секунды. Так, и это Аркварден. Ого. Это домашние заготовочки, я вам скажу. Пытаются удивить они Минеске. И скажу, что Аркварден-то очень хорош против Пангалера на миде. Может его... Нет, Аркварден будет, наверное, на первой позиции, кстати. А, да, 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 точно, точно. Обниматель лиц. Обниматель совсем забыл о Розоре. Да, тогда это сейфлейновый Аркварден. Как тебе он против ТБ? Потому что, насколько я помню, против илезионистов Аркварден не суперсильный герой. Ну, вообще сейчас он чуть-чуть его апнули. Ему там агил повысили, да, за левел. И что-то, по-моему, еще длительность Купола мы прибавили. Ну, не знаю, посмотрим. Я еще такого лайнапа не видел. Чтобы именно так противостояние было ТБ против Арквардена. Посмотрим, как это будет работать. Тут скорее вопрос темпа, конечно же. Потому что если у Арквардена появляется ранний, например, Мьолнир вместе с хиксами, Турблейд вообще ощущает себя очень грустно под таким количеством контроля. То же самое касается и Пангалера. Но нужно, чтобы Аркварден совсем-совсем на фрифарме стоял и доминировал, и потом лайн распушивал и так далее. Благо для этого... Здесь прям какой-то супер. Ну что жду. Супер, наверное, фарма здесь на лайне не должно быть. Потому что, ну, сильный лайн против него будет стоять. Это рейджинг. Это Никс, если шоком. И его могут там забирать постоянно. Плюс Никс, он очень неприятный против Арквардена, опять же, своими карапасами. Потому что ты ставишь иллюзию духа, да, и тебя на карапас ловят, ты потом стан, стан, стан. Да, согласен. Либо триплои ты приходишь, либо бисмастера на легкую линию ставишь, там соло стоять, да, чтобы он стоял там, откидывался там топорами своими или чем-нибудь. А Арквардена вообще вниз с Рубиком и Веншфул Спирит против как раз-таки Террор Блейда. Посылаешь и Лича, да, и Лич там будет. У тебя Ninja будет Гитарр Блейд, скорее всего, ставить. Да. При этом всем, даже если ты попробуешь постоянно пушить ТВРА, тут это тоже самый Лич, который ставят на ТВРА. Ice Shield, KPI или Шак будет хорошо отпушивать это все дело. Ну такое, мне кажется, что лайнап у Минески сильнее, прочнее и проще для исполнения. Снова в какие-то тайминги грамотные себя загоняют парни из Евос. И выглядит это как... не то что 2-0, не обязательно, конечно, потому что юго-восточно-азиатский регион. Здесь каждый может устроить нам праздник с точки зрения не самых лучших моментов и, возможно, наоборот, других крутейших моментов. И вилл тот же самый может раскрыться по-новому, потому что предыдущая игра его была слаба с точки зрения самого героя. Ему было не очень удобно. Ну а сейчас у него есть бисмастер, который будет пробивать и сквозь БКБ. Главное ему оставить хорошо лайн. Но что касается Рубика, что ему здесь стилить приятно. Роллинг Болдер, кстати, точнее, Роллинг Тандер очень легко стилится. Если Пангалер не сразу же прыгает после нажатия ульты, то стилить его самый кайф. А я напомню, что у Рубика нету анимации на скиллы состиленные. И безанимационный Роллинг Тандер это очень сильная штука. Лич. Можно и в ульту своровать. Карапас еще. Выпадение. Кипи. По одному стан делают, но неплохо напрягают. И сейчас рейджинг подтает на самом деле. Может здесь стрелять, а сейчас духа ловят. Скорее всего, нет, escapee здесь духа ловит. Поэтому убегают, убегают. Танцуют, танцуют. Дископони у KPI. Отойдет White Moon. Так, так. Не знаю, как тут на первом левеле. Террор брать, окажется, такое себе удовольствие. Все-таки станчик больше решает. Сейчас духи будут стакаться. Опять попытка напасть. Прекрасно понимает, что там террор. Да, на рейджинг подтает, и сейчас духа это будет летать. У нас там был бы, наверное, практичнее. Особенно в вопросе того, чтобы забрать руны. И размен, да, это размен 3 в 1. Уже начинает прогревать патентворцу парни из EWAS. Но, опять же, индонезийцы уже достигли достаточно хороших результатов. Да, и EWAS смогли пробиться хотя бы в эту стадию квалификации. Это уже означает, что они молодцы. Надо просто дальше стараться работать, но... В третьем месте группы B они. Да, да. Кстати, прыгают сюда. Поэтому надо биться. Но все равно Минески февориты. Минески февориты. Минески это более опытные парни у нас. Они, главное, еще и смогли обыграть своих оппонентов из сетки лазеров первых, да? То есть EWAS, они просто так сюда еще попали с третьего места. Они еще сыграли одно БУ-3 вчера, которое комментировал Light of Heaven. Поэтому я не смотрел, что наблюдал за своей игрой. И тут, кстати, Рубес серьезно проседает. Пытается отвести крипов. Вместо этого получает... Абрасно, или ботинок. Четыре танка. Все, он сейчас потратит на себя. День же буги. Кабана выпиливает здесь. Кабаны, кстати, напомню, дают очень много экспириенса. Это самая главная боль, на самом деле, для бестмастера. Кабаны реально прям выдают экспириенс для саппортов ежедневно. А если у тебя есть чем их нюкать, то вообще кайф. День же буги здесь сегодня очень мало маны. Есть одно манго. И три раза он уже провязал просто бласт. И как раз маны у него больше не мап. Как раз купился Кларку. Гварды купил. Сверху у нас попытка напасть на Арквардена. И очень похоже на Фюзблат. Очень похоже на Фюзблат. Вот если он умирает здесь, то еще там потом умирает, условно говоря, на следующий... На следующий... О-о-о-о! А не с чем, не с чем. Тангуз, кстати, был у Лешака. Если Лешак был бы первым, а не Никс, то в таком случае можно было бы сожрать эту ветку. Какой... Это Вондеркейд. Это Вондеркейд, да. Этот парень умеет, могет. Ну, вообще, завязал, правда, весь свой реген. Это из минуса, да, что ты сейчас все еще красный. У твоего саппорта нету салвы, чтобы на тебя нажать. И ты, получается, герой, который и на линии стоять не может. И да, выжил, окей, но потратил весь реген, потратил еще и ветку. Очень лайн сейчас будет проседать. Посмотри, где Курьер. Курьер еще не летающий. Он пока сейчас доедет досюда. Это будет очень много времени потрачено. Да. А там уже стайки пошли. Стан. Еще стан. Вот Вондеркейд вышел, говорит, ладно, я тебе, конечно, помогу одним своим духом. Ну, и на этом все закончится. Вот, догоняйтесь. Буду, будет. Или шаг слишком быстрый. Или нет. Да, 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 да. И еще можно крипов здесь забрать. Ну, в общем, этот лайн, он очень похож на слишком жестко залитый Вондеркейд. Это опасно. Очень опасно. Да, тычки по нему влетают нормальные такие. Ну, F-сплиттерам невозможно дотянуться, точнее, сплит-эрфом. Я угораю с того, что в доте есть заклинание F-сплит и сплит-эрф одновременно. О, слишком, слишком много одинаковых названий, пацаны. Давайте как-то поменяем. Так, подстан от Вайтмуна пошел. Магическая ракета. И волна страха. Вайтмун. Как дела у нас на меди? Пангалер 1 на 4, 14.8 у Рейзер. Ну, на самом деле, неплохо. Могло быть хуже. Ну, Пангалер нормально стоит за счет как раз-таки своей баклы. То, что он может доджить статиклинг. И вот это вот самый большой плюс Пангача. Да, Пангач 50 на 50 примерно стоит против Розора. Герой достаточно. Вообще, в принципе, универсальный. Сейчас его слишком легко брать даже на 3-п, потому что герой может занять нишу и мидера, и четверки, и тройки. Очень-очень силен. Несмотря на нерфы, я уверен, что его все равно будут, скорее всего, как-то поправлять. Потому что в про его продолжают брать. Инвиз на Рубесе. И сейчас Вася или Вайсу может прийти куда-либо на линию. Либо на ботом, либо на топ. Вася. Либо остаться на миде. Да, да. На миде смысла не отойти, потому что все-таки Пангалера. Подожди, здесь можно забайтить на использование свашбакла. Пойти... Вот-вот-вот-вот-вот. И вот свашбакл. Свашбакл. И здесь вот если хоть немножечко подойдет, Мун. Показываю вам рейнджу еще Вижена для Тавара. Нет-нет. Постоял Рубик. Залутал, кстати, третий левел себе. Отжал его Фейсхаггера. Фейсхаггер этим будет не особо доволен. И идет на топ. Идет на топ, но инвиз заканчивается. Харапаси те самые под Спарклы. Стан пошел на Никс Ассасина. Телекенец можно еще использовать. Телекенец есть. Подъем пошел. Риджин Патейта умирать. Ну, за руну он так и не получил, кстати. И на топе Кипяй забирает свою. Итого размен у нас два... Значит, один на три. Один на три по рунам очень плохо все для ябосов на баунтозах. Ниндзя Бурги. Нет, два в два. Вайтмона. А, все, хорошо, спасибо. Все нормально. По рунам плюс все откил еще. Все неплохо. Как снизу? 30 на 8 у нас на УТБ. И, ну, бестмастер тоже отлично фармит. Сейчас у него будет, понятное дело, у Владимира первым выходить. Это самая ситуация, когда ты стоишь бестмастером и играешь против героя, у которого 13 армора. Опять трипла работает. Опять по рейджинг Патейта этот килл. Да. Никсу становится не очень хорошо. При этом всем они постепенно начинают отпускать Вайдкида. Потому что, точнее, Вандеркида. Потому что его тиммейты максимально работают на то, чтобы защитить его фарм. Фейсхакер тем временем получает 6 левел себя. И выходит высасывать дэмэдж из пангольера с руки. О, Муна. Да, весь высыл. Три дэмэджа оставляет он Муну. По-королевски, по-королевски. Ничего не скажу. А, парень. Не все до конца у тебя будут забирать. Хастай снизу. Сейчас боттл как раз положит пангольер. И можно вниз выход сделать, потому что Авида там нет никакого вижена. Можно просто набежать туда. Почему бы этого не сделать, на самом деле, Мун? Мог бы помочь, на самом деле, своему керри. Интересно, кстати, это... Опа. Пошел за медло. Кстати, сшел, да. Но Авида будет в порядке. Интересно то, что мы сегодня с тобой не видим ни одного пика тролля. Так, зашел на фейсхагера. Тут панга покатался. И свэшбакл последний. Хорошо. Хорошо залетает. В конце концов погибнет у нас фейсхагер. Еще и очень много денег Рейджен Потэйто получает. Потому что прожал карапасик. Как раз от них и умер у нас Рейзер. И это 400... 400 галды для Рейджен Потэйто. 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 Ты можешь ботинок на халяву? Пошел, килл сделал. Спасибо за ботинок. Это старый ботинок, кстати. Нынешний это 500 галды стоит. Ну да. Ты прав. Очень-очень близко к тому, чтобы ботинок залутать. С этого дела. Ну и арк отпустили. Открываем надфорс. У него, правда, все еще не все так замечательно. У Диско Пони, который стоит против него, на 200 галды больше. ТБ тем временем у Марфвоза. Пошел контроль на Эвиля через Синестер Гейс. И минус Эвиля. Кабана еще можно забрать здесь. Так, а фейтболта нету. Да, фейтболт уже был заюзан. Нинджабуги. Нинджабуги. Последняя тычечка. Хорошо. Вместе с Кабанчеллом. Вместе тут соло вообще разобрался почти. В смысле, Кабан, Кабан дружбаня смог помочь. Так, кстати, Рейджин Потейто в лед на Вандеркида. Пытается застанеть его. Но тут умирает 100% Веншмол Спирит, Байтмунд, Таверню. Да, иллюзия появляется, но она прям как-то жестко не поможет. Ну и ТБ на лоу хп стоит, кстати. Ему неплохо бы иметь Сандр, чтобы в кого-то сандернуться. Например, своего тиммейта можно, чтобы безопаснее. У него фласочка сейчас вот как раз откатывается во втором слоте. Сейчас можно за счет нее отпиться. Неплохо, топорик обратно перекладывает. Поехали, нельзя подходить к репам. Фейсхаггер, кстати, повторяет свои маневры под названием постоянно гангаем топ. И у него получается спасти Вандеркида? Нееет, последняя тычка. Вот, Дископоне залетает, Рейджин Потейто. Пытается уйти. Получится ли у него Карапаски. Хорошо, подмиссил, но фейсхаггер тут 100%. Стан, надел, по двоим просто уходи, да. Все грамотно. Ну, в Рейзеру, конечно, надо было немножко по-другому двигаться, просто немножко правее зайти. Вот это сейчас очень сильно Розор удаст, потому что у него четвертый пассив как раз, он это все будет забирать, и Рейджин Потейто прекрасно об этом понимает, потому что у них там... Он ултает экспириенс просто. Да, он ултает экспириенс, он хочет. Забирает части у фейсхаггера. Халява, халява. Так и Вендетту недолго получить. Кипяй, кроме этого... Пятый с половиной уровень. Пятый с половиной уровень, и Вендетта появится, и можно будет гангать. Тот же самый Аркварден все еще ужасно беззащитен. У него ничего нету на эскейпе. Могут ли они под Тауэр пойти? Прям. Я бы не стал на их месте. Только с крипами, а крипов нету. Все, идут, 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 и Вандеркид должен здесь погибать. А он пошел с ТПшкой, причем у него и так в кулдауне ТП-хан, он просто подошел. Вандеркид бежит, понимает, что сейчас ему придет по щам, он сразу ставит Темпеста, Вандеркид, Флюкс на Рейджин Потейта, Флюкс номер два, туда же. Под дабл Флюксом боль на Рейджину, и Потата умрет. Минус Картошка. Хорошо, что на две иллюзии сейчас что-нибудь не наехал. Вообще, вот этот вард на самом деле очень сильно помог, который здесь стоит, заметил, что я к нему в спину заходят. На бот тем временем тоже стаки есть, мун их фармит. Итого у нас два мидера фармят стаки на ботами и на топе. Или нет, не фармят. Баунти, баунти сначала надо забрать, да. Ой, мажет. Нет, Рейджинг Потейтова. Ой, Вандеркид на самом деле ошибку сделал, по идее. Да, он зря сюда пришел. И Рубик умрет. Ну, Рубик умрет хотя бы за руну, ему есть за что. Что называется, да, последняя пичка с Виндетты уже. Фейсхакер всасывается в Никса. Да, импейл вместе со станом от Лешака. И кипяй с Рейджинг Потейта должны выживать. Да, так да, просто спокойно ходить. Сюда фармит. Мун еще забирает там у нас Авиля. Ой, как все плохо сейчас у Гевос. Да, они потеряли двух коров. Буквально ни за что, по факту. И это, конечно, очень серьезно ударит по экономике. Впоследствии, что самое главное, они ничего не могут сделать. Пока с Таррурблэйдом он выходит постепенно вперед. То же самое касается Пангольера. И мы видим то, что Аркварден проседает под тремя корами Минески. Он отступает от них на тысячу с лишним. И это много. Это по-настоящему много. Потому что герой формата Аркварден должен сноуболить. Должен максимально быстро выформить себе центровые артефакты. Для того, чтобы дальше увеличивать свой фарм геометрической прогрессии. Но у него это не получается. В Дау убили еще и Вайтмона. Но это саппорт. Ничего страшного в этом нет. Вандеркит переходит на миддл. Уже снизу фармит. Пролетел уже на Блэйда Фалакарте. Все эти стаки зафармлены. Тут были уже Пангольером. Пангольера все просто отлично. На Творске я думаю... Переключусь уже. Да. Ну вот Рейзер стоит, но у него все хорошо было. И опять три топовых на Творске. Смотри, вот даже отличие ТБ и того самого Аркварда, у которого должно быть все хорошо. А у него все... Ой, тут печально. Да. На Агжи там идет давление. У него все еще и Сандр. И контроль. Да, через Праймл Рор можно попробовать забрать. Нужно еще дамаги. Убивает Террор Блейда через Плазмопил. Но до 4 человека пришло убивать Террор Блейда. И под это еще и подъехал Мун. Итого это два самых крепких крипа... Господи, крипа. Кила, которые могли в принципе себе его сейчас залутать. И они получают Касарь за это дело. Очень хорошо. Надо забрать еще и вышку на боте. Террор 1. Террор 2 по времени падает. Тоже его кейпи забрал. Хороший выход. Очень нужные были фраги. Сейчас ребята из Эвос и Тавр еще забирают. И преимущество окануло в летку. Чего у ребят из Минески. Угу. И надо как-то выходить отсюда обратно. Ну ты что, вообще по-хорошему надо просто постоянно напрягать в Андеркида. Если взять то, что у них... То, что Минески молодцы и поставили Вижен на чужой лес, да, и будут стараться максимально контролировать часть карты. Рейдинг ПТ это под Виндеттой. Если против него какой-либо сентри. Нету пока что. Род Фотоста. Вот есть сентрия. Кстати, они вокруг него теперь стоят. Я имею ввиду Евоса. Ждут, ждут. Смог. Смог разбит сразу же мгновенно. Рейджинг ПТ это его снимает. Встает прям по центря. Говорит, пацаны, берите меня. Я вот такой классный. Вы меня ничем не убьете. Окей, да, замедлите. Но ничего страшного. Все равно потребуется потратить слишком много. Тем временем на Лича. Нападение здесь. Под станы. Как же разваливается Вондер Мун. Точнее Вайд Мун. И хороший стил, кстати, от Рубика. Он забрал чайник у Лича. И сразу же его завязал. Станча. Рота Фотос по Никсу. И МПЛ в ответ. Как же Разору неприятно здесь без БКБ играть именно против Никса. Каждый раз ты вроде его вылавливаешь. Но он уходит при помощи либо Карапаси, либо ИМПЛа. Либо Тайвуда и другого. Поправился ситуация Вандер Кид. На самом деле после смерти Уджита. На топе. Его как раз таки контролят. Есть рота Фотос у нас у Лишака. Но не стоит, не стоит так жестко давить. Вайт Мун, кроме этого, имеет свап. Можно сейчас сработать против Аджита. Сюда же приходит Рубик. Есть ИМПЛ у Рубеса. Нужно контролить. Нужно не дать ему Сандернуться. Ему не дадут Сандернуться. Последние тычки для Вандер Кида оставляли. Но Вандер Кид не смог заласхитировать. Вайт Мун получил от ласхит. Но все равно, если он Сандер сделал, его должны были там забирать. Пять героев там было. Поэтому... Ну и 5-4. Должны его были по-любому там оставлять. Никс загулял в чужом лесу. Здесь уже реально много поставлено центряков. Вайт Мун работает на максимум по этому поводу. И наконец-таки окупилась покупка нескольких центря. Фидит. Фидит у нас Минески. Но опять же, они не хотят, знаешь, оставлять нас без доты. Иначе было бы слишком скучно. Ну что это за интрига, если Минески сейчас бы просто взяли бы и запушили противника. Пару-тройку хороших драг произвели вот это все. Это так не должно работать, так неинтересно. Родофатос на Разора. Пошел контроль. Роллинг Тандер. Задинайте Тауэр. Задинайте Тауэр. Не дайте Рейзеру ничего нажать. Ладно, нормально. На самом деле у Разора... Да, это тоже динайзер. На Разора был момент, когда он мог еще раз хлестнуть плёточкой. Просто он почему-то развернулся. Не знаю почему. Центральный Тауэр нужно как-то поддавливать. Мун, что происходит с Муном? Бро, тебя могут здесь свапнуть, тебя могут здесь застанеть. Вэт Мун, на ренже. Да, на ренже свапа. Свапнул четко. Один раз. А то мы видели уже много раз сейчас профессиональный... Лич, ультимейт, просто так швырнул куда-то. Он Крипов зафармит, нет? Нет, не зафармит. Зафармил. Иллюзия, по-моему, сама умерла. Да, обидно. Обидно. Ну, хотел, наверное, не Крачи все-таки подфармить. Плюс еще и замедление дать, чтобы самим уйти, еще и самому уйти. Так, как дела у нас с Ау-Джитом? Он вообще потерялся у нас из Вижена. Сейчас найдет тут Вайтмона. Все, понял, что здесь Вижен стоит. Этот Вижен сейчас моментально снимут. В то время инициация от Никса. Ну, как инициация от Никса? Инициация на него в очередной раз. В очередной раз зашел туда, куда он не должен был заходить. Ему это наглядно показывают. Уже второй раз подряд его убивают в чужих лесах. И... Слишком бегает агрессивно. Ну, подожди. Ну, Роджер так делает, делает. Ничего страшного не происходит. Игры выигрываются, выигрываются. Хотя, игры его против именно Evil Genesis, например, там были прям на грани по количеству подобных смертей. Но он дает инфу. Парни другие фармят. Все в порядке. Главное, не давать подобных ситуаций, когда у нас Агжит вместе с Муном умерли на боте. Вот это была критическая ошибка, которая может привести впоследствии к неприятности. Вых на мидл. Есть Майлстром уже у Муна. И сейчас будут выходить грифсы. Тауэр падает. Тауэр падает. И в размен на, наверное, топ Тауэр будет, скорее всего. Хотя, может, и на деф у нас пойдут, ребята. Из-за Минески. Смотрим. Тауэр добивают. Да, и уже телепорты пошли на Тир-2. Вот Мангольера, который сейчас будет с Эшбаклом. Заход в спину у Рейджин Потейта. Снова вне позиции. Он находится, думал, сейчас круто. Ассистирует своим товарищам в контратаке. Но вместо этого он один умирает просто на бэклайне. Ну, с другой стороны, за Севиль Тауэр. Хоть какой-то позитив. Но Рейджин Потейта просто устал уже от этих сентриков. Он понимает, что все заваржено везде. Они стоят оба рядом, но White Moon, видимо, не увидел или решил, что слишком опасно будет его дебартить. Mark Warden. Первый Некраме Дас на подходе. Сейчас 500 голды будет. Верхний Тауэр должны дефить. Просто так не должны отдавать его. Moon опасно. Очень опасно. Из Праймл Ро. В деф пойдет. Ну, тут все еще, знаешь, опасно, потому что ты можешь сюда получить свап Праймл Ро. И туда же еще пойдет. 4 на 4 должны повоевать сейчас как-то у нас Минески. Ну, все. Они, мне кажется, тут даже посильнее будут. Ну, скорее, у Евосов очень хороший дэмэдж в один таргет. И если они быстро стирают одного, то, может, не могут получить рюмэдж. Сама уеха. Да, а у Минески по всем. И они могут 4 на 4, именно если четко позиционироваться. Та-та-та-та-та. Радуешься с Пангольера? Да. Мне нравится его. Это единственный таун, который меня попрет. Ну, если посмотреть его к Восточной Азии, я тебе уверяю. После трех дней у тебя уже не будет переть, потому что, во-первых... За это таун у всех. Ну, я о том, что, во-первых, таун у всех. Но Пангалер вообще постоянно здесь не банится, причем, да, из-за этого его постоянно пикают. Так они его еще и спамят по КД. Но Мун еще молодец, еще, слава богу, не по КД. Так, Мидас тем временем появляется на арке. Чего, Кабан? Кабана развалил там у нас Лишак. Через роты Фотос, Стан, Диболик. Крепко. Так, Мидасик на Арквардане, плюс Манта Стайл на Террор Блейде. Террор пока что идет вровень с Рейзером, а Аркварден очень серьезно отступает с своих оппонентов. Но с Мидасом, понятное дело, дела пойдут очень-очень хорошо, потому что у тебя Tempest Double, который тоже Мидасирует крипов. Ты получаешь доп-денюшку. Да, он уже на четвертое место вышел, Ишака обогнал. Хонечку будет Панг еще догонять. А тех ребят, конечно, будет трудновато пока догнать, что ТБ, что Рейзера. Мека на Дикобрайзе. И походу смог какой-то, я не знаю, что они здесь все вместе собрались. Прям такая пати. Ну, куда-то нужно выходить. У нас пока нет. Ну, туда нужно всем стягиваться. Туда нельзя просто так сейчас идти и Товара пушить. Сейчас Товара пушить обязательно нужно. Интересно, Рейзер Паттэй-то опять умрет? Нет, он все-таки не пошел на чужой лес. Еще не вечер, подожди. Ща-ща-ща-ща-ща. Так-так-так, очень хочется. А его, кстати, здесь Сентрига-ка, по-моему, нету. Субоубийство заходить. А здесь Сентрига нету. Вот сейчас только поставлю, да. А, это он поставил. Лол. Да, он поставил Сентрик для того, чтобы заблочить гемпан. Попадает в Сентрига в виде этого. Угу. Эту область. Ну все, стояние на реке Угри. Никто ничего не хочет делать. У одних Аркварден, у других Террор Блейд. Они ждут на них центральных артефактов. БКБ, опять же, важнейшее на Рейзере. В том случае, если оно появится, то выживаемость его получится в разы, потому что единственное, что ему будет по-настоящему напрягать, это демэдж от Террор Блейда. Вондеркит, Вондеркит. Найдут ли его здесь? Да, да. Карапаси пошли. Карапаси со стилен Рубесом. Станы. Сверху неплохо. Вайтмун не знает, что он вообще здесь делает. Свапы. Ну и демэдж, демэдж от Фейсхайгера. Хороший Пони Ксу влетает. Кипяй начинает сжигать на своем диско Пони. Темп из дабла. Добивает его, но Вайткит остается в живых, потому что, опять же, он успел сразу же свалить. Итого, это размен пятерку на четверку. По саппортам разменялись. Мне очень сильно вышло. Тут причем еще бессмастер, если бы долгий тимфайт был бы, он дошел бы с инвизом в спину и смог бы поорать немного на людей. Когда бессмастер орет на людей, это обычно очень больно. Рор. Херми рор. Ты просто вот представь себе, что на тебя человек орет, сквозь БКБ пробивая. То есть ты светишься золотым, ты большой, здоровый, на тебя человек. Ну, ты просто подумай, ты защищен от магии вообще всех видов, да? Ну, большинство видов магии, что он тебе вообще невозможно. Но тебя может пробить чувак, который просто тебе нарет в ухо. Да. In your face. Крепко. Странный артефакт этот Блокенбернер. Ну, вообще в доте много всяких странностей, которые не увязываются вообще ни во что. Даже, ну, в местную физику и логику. Самый главный для меня всегда был вопрос, который я всегда сдаюсь, точнее, все время сдаюсь, пока комментирую доту, это почему розочка Энигмы сбивает леса, а Блэкхолл, который должен создавать просто там, типа, тотальный, хардкорный вакуум внутри вакуума, внутри вакуума и сносить в другие миры, не сбивает леса. Почему-то леса стоят и всем нормально. Хотя ее дефолтный спелл это делает. На мой взгляд, крайне странно. Так. Что там у нас с Рейджин Потейто? Под товаром МПЛ. Пошел контроль на Абестмастер. Роллинг Тандер. Закатывается Мун. И вот он, Роллинг Тандер, в ответ сейчас будет от Рубеса. Очень крутой спелл, без анимации. Самое главное, покатился, покатился кубик. Кубик-рубик. Но Рейджин Потейто умрет. И стан тут мог бы быть от Рубеса, на самом деле, но не хватило. Кубик и точечный мешок, когда конец. Да, да, да. Но на самом деле, самое главное, что он еще и раскачивается на первых левлах. Арканы у меня просто тоже есть. И я тоже докачался в стене. Поэтому знаю, сколько там надо. По-моему, 3 или 4 левла, короче, надо на Рубесе иметь, на Аркане, чтобы уже иметь эту замечательную анимацию. А стелить ее... Ну, у него еще Роллинг Тандер, который у него именно в самом деле спелл. Этот кубик по кругу катится. Угу. По периметру. Да, у него все спеллы такой анимации показаны на дашборде. И очень хорошо, что он его сорвал на самом деле, потому что он второй левел этого Роллинг Тандера. И у него кулдаун маленький. Это не рэвэдж, это не блэкхолл. И ты можешь его вот сейчас закатить, что опять пушить пойдете, через 20 секунд может готов там опять какой-то тут кубик покатиться. Да, здесь дефолтная ошибка от Муна. Это классика жанра, потому что против Рубика ты обязан сразу прыгать после поражатия ульта. Да, иначе у тебя идет стил. Человек, мы просканировали Рошана. Да, кстати, Рошана заберли. Ой, какой стан! Какой стан от Рейджин Потейта. Он сбил ТП. Две штуки. Зачем он сбил фейсхакеру просто. Не знаю, что он там делал. Но вот бисмастер ТПшился. И это очень сильно повлияет. Они просто не успевают. Мун сейчас должен ультой просто сбивать пацанов. Да, как только их увидит, правда. Потому что здесь смоксмон. Они успевают. Они успевают. Помогай ребятам забрать Рошана. Вот он, вот он, Рубик. Катится кубик, катится кубик. Внутри Рошпита. Боже, что происходит? Акжит там теряет нереальное количество дамаги с руки. Потому что в него влетел Розор. И надо добивать Рошана. Кто заберет Рошана? Акжит. Акжит забирает Рошана. Велплейт. Его сразу же сносит с лица земли. Но при этом все у Розора. 280 дополнительные дамаги. Кипиай пытается уйти. Много флюкса. Флюкс на флюксе. Минус кипиай. Нет, не достигает. Фейсхагеровский плазма филот его. Но диско пони все-таки погибнет. Тем временем контроль еще и пошел на пангольера. 400 дамаги. О, слишком много влетает в Розора. Он не может это выдержать. И Вондеркид понял, что все, все, пацаны. Я тут ничего не могу сделать. Темп закончился. Флюкса я дал. Куполок поставил. Пошел обратно фармить. Какой же просто на самом деле. Вот ты знаешь, это драка на тоненького. Кто заберет Рошана, тот выиграет драку в салат. И из того, что это сделал ТБ, просто перекликал ЖИТ своего оппонента. Из-за этого как раз они драку и выиграли. Ну, Рубик красавчик. Этот Роллинг Тандер мог решить полностью все. И, к сожалению, просто не получилось. Слишком много демэджа дать Торрор Блейду. Его надо было убивать еще до того, как Рошан пал. Это и так прекрасно понятно. Но, опять же, до 1700 хп, 32 армора. Все потому, что ЖИТа немножко подоспустили в начале игры. Если бы у него не было настолько хорошей линии, если бы не было такого хорошего начала игры, понятное дело, что даже ультимейтерба, условно говоря, не было бы. И даже эта ультимейтерба хватила бы, чтобы Рубик вместе с Рейзером смогли прикончить Торрблайды внутри Рошпита. Да, это Акскади. Подлетает и выход вниз. Нет метаморфоза, 30 секунд еще. С ним может быть не драться. Альшак в миде опасно. Хороший дайгер от кп. И выход вниз. Можно и на следующий входить. 20 секунд метаморфоза. Здесь можно ловить Рейжинг Потейта. Рейжинг Потейта стоит в позиции. Взрыв ушел, на самом деле, с этой позиции. Очень хорошо стоял. 9 секунд. Никс, причем, знает точно, что его здесь не видно. Заходит. Пытается выловить здесь Разора. Разора получается просто карапаснуть вместе с импейлом. Дэмэдж нереальный от Торрблайда метаморфозе. Минус Разор. И при этом всем у него нету байбэка. Пошел Чанек. Убивается. Темп из дабл. Мун прокатывается по Веншфол Спирит, который до этого еще и зарутили при помощи Рота Фотоса. До свидания. Медл можно ломать. И можно ломать, наверное, хайграунд. Я думаю, так сейчас и будет. Хотя могут просто на Тир-2 уйти вниз. Да надо, надо идти, пока метаморфоза есть. Надо байбэки убивать, да. 25 секунд. Так байбэков нету. Они хотят, точнее, надо забрать Тавр, чтобы впоследствии пойти за Шрайнами. Потому что Шрайны будут полностью оголены. И надо работать. А, вот. Вот она. Магнетик Филд. Он вообще не дает ничего сделать. Тир-2 снизу надо просто идти забирать, да. Это вот как раз большой плюс Арквардену. То, что он может очень много времени выигрывать. Ты не хочешь заходить так далеко, знаешь, вот этот Магнетик Филд, чтобы ломать нормально Тауэр. Ой, не того поднимает у нас Рубен. Сандер есть. Ну, а жизнь все равно фуловая пока что. Здесь нечего бояться. Плюс у него есть тики. Надо сбегать. Праймал Рор по Бангальеру. Здесь можно сделать фокус хоть какой-то. Есть ли под сейв? Да, есть. Атрейджин ПТ это хороший МПЛ сверху. Есть ли Рубес? Да, у него есть Эликинас через 2 секунды. Есть ли Вижен? Есть ли Вижен? Нет Вижена. Нету. Инвиз равно неуязвимость. В данный момент для Рейджин ПТ. Да, потому что это постоит поздно, да. Просветка нужна. Ну, просто... Вижен носит только Винерс Фолл Спирит. Ясное дело, что он должен присутствовать также у четверки. Это просто обязанность у четверки. У Кора должна есть есть слот лишний. Хотя бы куда-то можно там забегнуть. Вместо вот Бенда этого. Какого-то. Что у Арквардена, что у Рейзера. Ну, нужен тебе этот Бенда сейчас. Я вот просветка был. Рейджин ПТ. Это на хосте. На хосте в Индете. Ставится центряк прямо под него. Но, по-моему, его не видно было. Ибо ночь. Ох, тяжелая игра, конечно, для Евосов. Буквально на одном моменте можно все полностью уже залить. Потому что 7000 преимущества у противника. Террорблейд, как вы понимаете, это герой, который... Если ты прогреваешь один файт, у тебя нет бараков больше. Потому что он сносится со скоростью света. Так что... А если добавить туда сверху еще лишь шака, то тем более. Бейсмастер надоело. Да, то, что просветок нет. Он просто гем влепил. Мун. Ходит у нас до базы. Надо манку восстановить. Да, он все потратил. Дальше. Даггерок, может, какой-то ему надо приобрести. Может быть, с следующим артефактом. Или башер будет выходить. Сам... Минвиз не заваляется. Ну, сейчас Мун прочекает как раз-таки. Да, инвизик неплохо. Но инвиз ему в драке, ну, вряд ли поможет. Там гем будет. Это не ранняя стадия игры, где нету сейчас просветок и так далее. Сейчас есть все. Тех. Рейджинг потейту. Время БКБ появилось. Это Б. И это означает только одно, да, что пробивать его. Сквозь БКБ можно только Праймал Рором. Ну, и все. Да, сейчас БКБ и следующим артефактом бабочку. И будет уже некомфортно. Да, это уже, честно говоря, не комфортно. Терроблейды, мы видим, очень сложно пробить. И я даже не знаю, какой стаб должен быть для Евосов, чтобы они смогли влить весь дэмэдж. Потому что в ответку от Минески прилетает сумасшедшее количество контроля. А внутри, ну, в смысле, от контроля есть только БКБ у Разора. Все остальные герои совершенно ничего не могут с ним поделать. Кипи очень классно, что тревела себе купил. Может теперь спокойно надпушивать лайны за счет свитка телепортации тревелов. Туда-сюда. Опа, это проходит на Рубик, да. Просто минус моментальный. И под пуш пойдет у нас. Главное сейчас Кипи не умереть. У тебя он с даггером. Это опасно. Ох же, Эд. Мне кажется, не туда ты вообще бежишь, молодой человек. Надо по менту заходить. Вот Минески, значит, Кипи можно отдельно убить. Кипи. Ротопатас. Линка. Свап. Кипи. Еще один свап. Ах, успевает чуть-чуть. Контратака будет, надо моментально отсюда всем телепортироваться. Три телепорта, дело счетких, да. Хорошо сыграно. Хорошо сыграно. Много денег залутано. И самое главное, что они остановили возможный заход на хайграунд от Минески. 820 голды причем дали у нас за Дископони. Дископони. Наверное, самый яркий, наверное, герой в доте вообще. Особенно с шмотками. Ну, в смысле, с этими... Господи, как это называется-то. С шапками, короче, да. С арканами. Ну да, вот этим. Ну, не аркан. Аркан-то у него нету. Кстати, представляю себе, если на Дископоне еще аркану придумают. Там же просто и так света дофига от него. И разных анимаций. Тут вообще будет лютая дичь. И Никс Ассасина снова ловит. Рейдинг Потейта. Это, возможно, его девятая смерть. Да, так оно и происходит. Давно не умирал. Парниша Мун. Под ультой. Попробует зафокусить венгу, но это не... У Рубика не получилось Роллинг Болдер своровать. Ворует он Шилд Крэш. Ну, своровал. Ну, вот я к тому, что Мун научился сразу же. Как только он один раз отдал Роллинг Тандер, он сразу подумал о том, что так, окей. Как только я прожимаю Роллинг Тандер, я сразу прожимаю Шилд Крэш. Потому что другого варианта у тебя просто нет. У тебя нет права на Бангольере отдавать свой ультимейт. Он слишком хорош. Особенно хорош он в случае с Рубиком, потому что анимации нет. Бэйбэк, вот Винш Вол Спирит. Просто, чтобы задефать бараки. Так, с Порошаном. Через 10 секунд нам скажут еще почем. Иллюзия. Иллюзии нужно. Три соточки. Как с куста сейчас прилипла. Не успевает. Успевает загангать. Так что Порошан. Рошан, минута ровно. Из-за него будет драка. Здесь ко всем атрибутам берет у нас ТБ. Дальность 125. Дальность атаки у нас у Арквардена. И, по-моему, Ник взял у нас 135 к здоровью. По талантикам прошлись. Что надо вардить Рошана. Потому что буквально через минуту начнется за него драка. Нужно уже плацдарм под него выравнивать полностью. Вардами, сентрями. Хорошим виженом. И готовить эту почву. Рошан сейчас очень важный. Рошан будет сырный. Швейцарский. Швейцарский Рошан. Войну не вступает. Полностью в нейтритете. И сыром. Так. Рубик. Рубик. Собрал сваршбакл. Очень удобный спелл. Замечу. Для этого героя. Камени скейп. Да. Потому что, ну, дэмэдж, понятное дело, от Рубеса это такое. Там все равно нет ничего с руки. Так. Арк. Еще и Некрачей вытаскивает своих. Первого лобла. Рейджинг Патейт. А вот и Рошан. Лайну надо отпушить обязательно все. Очень опасно Рейджинг Патейт стоит. В таких вот позициях, где тебя просто могут минуснуть. Отправишься в таверну, посидеть 50 секунд. И, как бы, ребята могут на Рошана из-за этого пойти. Сейчас нельзя рисковать. На них все бегать. Ни в коем случае. Вообще, какие-то смоки должны быть использованы. Да, от Эвос. И ганг. И сейчас плюс-минус то же самое должно произойти. Либо минуски стоят на хайграунде и ждут. Либо они из-за этого смоку идут. Так, Терекин С. Все в Пангальера отдали. Главное его зафокусить. Успеть убить хоть как-нибудь. Оно остается 300 хп. Он живет. Он живет от Аллова. И он в конце концов уходит просто со швышбакла. Все очень плохо у Явосов. У них не получается ничего здесь сделать. Пошел Роллинг Тандер. Дэмэдж по Венге. Она отправляется в таверну. Фейсхайгер все свое БКБ потратил просто на то, чтобы простоять и не выдать никакого дэмэджа. Он даже не статикликнул никого. А тем временем дископония пошла веселиться. Контроль на Рейзера. Импейлы сверху вместе с манобернами. И, конечно же, Лишак с диаболиками сочно залетает по разору. Да, можно идти. Не надо сейчас... Не надо... Главная ошибка команд очень часто делают. Ты сейчас выиграл драку на халяву. Ты просто можешь пойти и заставить выкупиться оппонента. И все, и отойти. И не делать ничего ровным счетом. Хотя, может быть, они боятся то, что потом, после этого... А я не смог. Наверное, пойдут на Рошана, да, и... Так, пошел. Рота Фотос на Бесмастера. Что он здесь вообще забыл? И Синистер Гейс на Арквардена. Мне кажется, Евасы просто забыли, что такое игра. Это фит просто. Минус раз, минус два. Давай, третик. Не хочешь, что? Вася еще должен подойти. Здесь определенно минус мораль просто для Евасов. Они уже поняли, что они приграли это. Все-таки тяжело такие игры даются. Ну, ТБ уже практически неувезимый. Сейчас он себе еще добавит вместо Бенда Аегис. И... Тут очень близко конечный. Ну что ж, друзья, напоминаю, что дальше мы будем смотреть с вами Минески против TNC. Скорее всего, да, если Минески закроет свое преимущество и 2-0 сыграет в этом БО-3. И последний решающий слот будет разыгрываться именно между Минески и TNC, которые только что играли у нас против команды Фнатик. Сыграли с отчетом 2-1. Показали бой. Срочно надо бежать. Срочно надо бежать сейчас. Пока нету Арквардена. Есть Грифсы очень толстый. У него и Крымсон Гвард, у него и Гварден Грифс. Сейчас очень трудно Муна провести. Сколько его фукусили, да, сейчас на Рошане? Вот этот очень важный, на самом деле, килл должен был быть. Да, да, он был центральным. По факту они выиграли в файте, если бы это получилось сделать. Добить Тауэр. Надо добить Тауэр, если боитесь. Ну, я думаю, под Айгес будут пытаться забирать. Опасно. Покатился Пангольер. Сандера нету. Опять же, ничего страшного. Здесь Айгес. Завязали. Плюс у него сыр сейчас будет. Так что убить надо будет 3 раза по факту Терроблейда. Дают по нему Праймал Рор. Нажать ПБКП. Нажал ПКП. Теперь нажать Сандер. Там, правда, тоже ПКБшка от Вундеркида, поэтому Сандер уже не прожмешь, потому что нынешний мете Сандер не работает. Можно не уходить. Можно не уходить. У тебя есть сыр, у тебя еще... Не-не-не. Видишь, людей убивают. У Пангольера нету ХП. Никсас зачем-то выкупился. Что? Что? А, они все-таки попытаются зайти. Так, грифсы нажали. Немножко подхилились. Но все равно Пангольера 600 ХП. Это не то, чтобы... Метаморфоза есть. Под нее можно выходить, просто минус два героя. Раз, два, три. А Куполецкий... А-а-а. Невозможно ничего делать, пока Купол стоит. Купол скоро закончится. Мон влетает. Очень опасно. Флюкс на него кладут мгновенно. Агджит. Здесь рядом Рейджин Потейта. Вендетти КПА и прожимает Диаболик. И заходит на хайграунд. Начинает пассивно бить Тауэр. И до свидания. Веншвул Спирит, которая пытается хоть как-то здесь вытащить эту игру. Вандеркид. И вот Дабл Темпест зафокусил все-таки Лишака. Лишак упал. Есть еще Сандер. Бараки упали. Сандер есть. Надо нажать. Надо нажать. ПКБ-ха. Фейсхагер прожимает, чтобы на него Сандер не прошел на Вандеркид. О, Абитамарф. Телекинез, зачем ты откинул к Вандеркиду? Ой, какой фейл сейчас был. ПКБ еще есть. О, боже, как же больно. Он очень долго стоял. Да, да. Но в конце концов Торреблейда убили из позитива. Но он занес им на Бараки. Поэтому Евосы не должны быть довольны подобным расходом. Что по гему? Гему Рейзер есть. Они видят Никса. Примерно... Он тогда не видит. Выбежал он из Вижена. Стоп, стоп, стоп. Так он же видит. Он же видит, что они... Он не прочекал. Он не прочекал. Сейчас они убивают его крипов. Ну, в смысле, крипов с его стороны. У него есть Вижен на Разора, но он не прочекал, что там есть кем. О, боже. Пойдут и будут заставлять байбекаться. Кто у нас там? Лич. Лич. Что у него есть? Фрестшилд есть, да, положить на Тауэр. Ну, и Мун, который не даст прям так жестко зайти на рампу. Аганье Ма нету. Так что слишком много дэмэджа по Тауэру не будет. Надо отбежать уже Муну. У него, потому что телепорт в кулдауне. 45 секунд пока он добежит. Ему вот уже надо быть и уже вот первый Сашбакл давать. А его нету. Заход на ХГН. Можно Тривела сейчас использовать на Норквардане. Да, вот Вандеркит прилетает. Теперь пошел дамаг. Есть МКБ, есть Мьолнир. Это все хорошие артефакты для того, чтобы дамажить ТВРа. Пошел Куполец. Мун летает налево-направо. Праймуро прямо в Роллинг Тандер. Но тут неясное дело, что не хватит дэмэджа на то, чтобы прикончить подгалиру. Или хватит. Боже мой, как много контроля с телекинеза. Все это еще, конечно же, под его Аркан Аурой. И все, Тавр будет уничтожен. Ну как Аркан Аур? Без байбэка, молодой человек, 40 голды ему не хватает. Давай, Купа. Так накапает? Накапает, накапает. Или не накапает? Накапает, и Тавр можно по-моему еще не терять. Бибай, что ты делаешь, братан? Что это за фроу сейчас от коня? Ну ладно, у него есть байбэк хотя бы. Террор Блэйд прожимает БКБ. Метаморфоза через 7 секунд. Нужно догнать, нужно догнать и убить. Ульт Лича летает налево-направо, но в конце концов он не нанесет никакого замедления достойного. Да, счет плотно. Потеряли мили барак. По факту это сторона. Ну ничего не закончено, я бы сказал. Особенно с таким подфидом от Минески. Рейджин Потаито по факту начал этот сноубол. Фида показал своим братьям как надо. И они послушали всего. Ровненько. Ровненько. Рошан, когда у нас? Три минуты. Три тридцати. Я думаю, команда и будет. Подраслабились последние вот эти минуты. Две-три. Очень много подфида было. Серег, ты сейчас еще увидишь, как они будут играть против ТНС. И поверь мне, там их просто будут разваливать, скорее всего. Не то, что прям разваливать, но там будут моменты, когда... То есть, если EVOS еще не используют ошибки противника в таких объемах, то ТНС будут постоянно ими кормиться. Для меня ТНС тут два команды региона. Они должны любую вот из этих команд, которые здесь присутствуют, обыгрывать. Да, но видишь, в предыдущих квалификациях у них не получилось. Ах, жид. Телекен С на Террор Блейда. Ну, Булунтос надо забрать. Забрали. И EVOS законтролили только... А, и вообще не законтролили Булунтосов. Если не ошибаюсь. Да. Я тебе, офф-топчик маленький, не по этой игре ты патч читал? Новый, Counter-Strike. Что там вообще произошло? Сегодня вышел какой-то? Плюс Коббл, минус Мираж. И там, ой, сколько изменений. О, это хорошо, это хорошо. Я соскучился по Кобблу очень сильно, но, честно говоря, все еще с Вертигой не могу смириться. И не собираюсь это делать. Так, заход у нас на Арквардена. Блинк сразу же от Raging Potato. Здесь вопрос в том, успеет ли вообще хоть что-то поражать. Нет, БКБ не успеет поражать Аркварден. У него есть байбэк. Это крайне важно. Фейсхагер получает очень много дамаги, при этом все высасывает 260. Но это ничего не меняет. Полевай, сколько демэджа. Есть три байбэка. Да, есть три байбэка. Но, опять же, да, если Рейзер байбэкнется, у него не будет плюс демэджа, который он насосал из Террублейда. А у ТБ скоро дебаф закончится. И все. И это ДД. Это ДД на ТБ, кстати. Вот почему он стирал их еще быстрее, чем обычно. Но, на самом деле, даже без ДД, я уверен, Минески здесь этот файт выигрывали бы, потому что инициация на Арквардена суперэффективна. Надо байбэкнется. Ты сторону теряешь на халяву. Если ты прямо сейчас кнопку байбэка не нажимаешь, ты теряешь эту сторону. Ты 60 секунд будешь сидеть? Ну, сиди 60 секунд. Так, Роллин Тандер от Рубика. Неплохо состиленный. Но вопрос именно в том, как же за фокусе здесь ТБ. ТБ умирает. 200 хп остается. Сандер не сможет нажать. Просто не во что. Слишком много контроля. Мун прилетает к нему в чайник. В лицо. Как же играет Рубик. Всю эту игру он не смотрелся настолько опасным. Но сейчас просто состилил Роллин Тандер. Состилил чайник. Все это полетело. Все это убило. И, в конце концов, они смогли задавить топ в сторону. И диско шар пошел. Вот станцовочка. Кипи надо отпушивать от линии. Вот этих крипов прям забирать. Боится, наверное, что за ним идет преследование. Крипов очень жестко провел. Опан-эйр у него. Данцы в кустах. Мне кажется, что-то что-то из серии Линкенсферы надо до собрать ТБ. Хотя он хочет доедал из себя. Но, мне кажется, Линкенсфер... Ему тоже здесь мазхэф. Или кому-то Солар же у нас присутствует тут. Нет? Да, Солар Кэстерин есть. На... По Лотосорб, то есть, извиняюсь. Под Гольерин одного мало. В смысле, нет. Два Лотосорба. Окипи тоже здесь. А, Окипи. Да. Да. Там Гольерин от байбек Цен. ТБ не будет формы еще 30 секунд. Сейчас опасно. Очень опасно. До Рошана две минуты. Только что нам объявили. Вандеркид уже наяривает Дайбажа, на самом деле. Сейчас прилетает Дайдалус. Да, он там будет точно. Вот он уже летит как раз к нему. Вопрос только в том, что у него байбека нету. А у Терблэда есть. Итого у тебя два кора против одного. В зависимости, конечно, от сетапа в файте. Но это крайне... Кто первый вам рет, кто-то и проиграл. Смог. Вот Минески. Смог сейчас очень сильно решит, на самом деле. Но... Да, все линии отпушены. Неплохо, как раз. И сейчас наверх еще иллюзию отправят. И сейчас вот этот смог очень сильно решит. Потому что если они в лесу останутся, нельзя сейчас ни в коем случае открываться. Ой, Никс. Никс пробежался. Никс пробежался. Он в Вендетте. Он не в смоке. Он в Вендетте. Просто запалил весь ганг. Вот, ребят. Изминески. Бисмастер тем временем собирается снова вместе с своей конвой. И я не знаю, может быть, ответный смог какой-то предвести. Парням есть. У них, конечно, смог этот есть. Сейчас прочакаю. И нет смога. Рошан нужен. Срочно. А, есть смог. Есть смог на Рубика. Переложи, переложи. Бро. Пожалуйста, пожалуйста, переложи. Иго смокать. Очень нужен Рошан. С Минеском. До Рошана 39 секунд. Обязательно нужно отпушивать Лайна. Потому что Вандеркит уже давит топ. Лишак у тебя на сниз отпушивает неплохо. Надо, наверное, еще одну пачку. Забрать. Должен понимать, что сейчас Эвасы должны бояться. И, в принципе, тпшнуться на топ. Тпшнуться на топ. И отпушить и этот лайн тоже. И как раз по топ-полайну бежать в сторону Рошана. Можно еще один лайн, да. Кейпи уют вообще отлично. Потому что... Ой, смог сейчас идет. А там... Куда телепорт делать? Телепорт на мидл успеет сделать кейпи. Все, видят, видят. Поехали. Хороший подстанчик от Никса. Туда же еще и Роллинг Тандер. Убьют на Вен, на Бесмастера. Тот в байбеке неплохо. Трублейд под БКБ. Рейзор все пытается выйти из этого контроля, который здесь любезно предоставлен Лишаком. Ищи при центре замеса. Зачем он сюда влетел? Ну, то есть он, да, вынесет много дамаги, но его тоже прикончит. Никс Ассасин тоже погиб. Это минус два. В размен на одного героя для Ивасов. Это очень похоже на Рошана для Ивасов. Нееет. Вайбек сейчас будет от Лишака. Там как-нибудь помансуют. Нееет. Это очень похоже на Рошана, потому что тебя заставят просто укупаться раз. Ну. Мон. А на Рошана надо идти. Где тебе на Рошана? Не, он так свободней, понимаешь? Тут, если Мону сейчас прикончить, правда, ты его не прикончишь. Без Хекса. Хекс ужасно нужен на Рокквардане. Он вообще пошел чисто в дэмэдж дилера. Понятное дело, что против ТБ это важно, но... Какая сейчас логика про забрать Рошана, смотри. У ТБ нету формы, все. Ну, давайте, погнали. Вот видишь, они тебя слышат. Ред, ладно, ладно, пацаны, там у ТБ вправду нету формы. И Минески сейчас не могут драться. 0 шаку надо укупаться. Там будет еще и рефрешер шард. Это вообще печально. Это контраизор возьмет. Хотя у него гонимчика нету. Видишь, просто они не особо много уносят дамаги на Рошана. Да какой мало дамаги, посмотри на дэмэдж. Да, да, но и о том, что они не могут полноценно войти в Рошпит и начать его убить. Terror Blade. ВКП бы нажать, было бы очень даже не дурно. Но Сандер? Нет, Праймал Рор. И Сандер не успеется нажать. Дэмэдж где? Где дэмэдж? Криты идут. Вот он Сандер. Боже мой, как же Фейсхакер сейчас подводит свою команду. Он сразу же мгновенно умирает после лоха пешного Сандера. Минус еще и Рубик. Вайдмон пытается жить. Получает МПЛ. Тем временем еще и без мастера прикончит. Как же они все, все полностью отправятся в таверну сейчас? Это просто, это мид сейчас будет. Да. Подожди. КП Ай. Точнее КП. Ловит Арквардена. Вандеркид. Походу это смерть. Без байбека. Именно для него. Байбека смету. Да. Господа. А мог бы сделать тэп аут за мид, замечу я вам, а не пешком идти. Сколько там у нас осталось до байбеков? Да, 2-2. 2.20. Это просто этот трон сейчас будет моментально. Да, просто показывают на трон. Это как раз те три персонажа, которые выкупались. Чет жестко. Все решило одну секунду, потому что Акжит должен был здесь умирать и по плану Ирисов. Он должен был умирать и было бы очень печально для них. Свап. ГГ. Тут ГГ, да. Тут ГГ, но парни до конца доигрывают. ГГ пишет уже. Это Василий. Мы его должны были добивать. Опять же, это такой микро-момент, который просто порешал на предыдущей встрече, как раз-таки, когда Акжит у нас ворует Рошана, Аегис, они там управляются. Или это в предыдущей же было. Не, в смысле, это здесь было. Здесь было, в этой? Ну, Рубик, Роллинг Тандер, все дела. Да, 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 да. Ну, в общем, вот микро-момент карты порешал. Акжит первого Рошана забирает, здесь вот тоже он выживает и делает этот Сандр по Рейзеру. Хотя Рейзер стоял там в Блокенбаре, но уже... Блокенбар был не очень длинный, поэтому смог сделать Сандр. Молодцы Минески, не как-то слишком уверенно, но все равно пробились они в следующую стадию и будут сражаться против Тинси. А Тинси позлее будут, чем Айвасы. Да, да, будет очень сложно, я думаю, Минески. Да, в принципе, и Тинси тоже, это все-таки борьба за решающий слот, и здесь уже ошибок быть не должно. Отправляемся на паузу, я думаю, что минут через 20, где-то 25 мы на...